Дань памяти и благодарности победителям. Глава республики встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Только еще ваши ушли на фронт свыше 200 тысяч жителей. Победу в 40-е годы ковали и в тылу. О чем вспоминают ветераны в следующем материале. Многих из них война застала в возрасте этих ребят. Вклад тружеников тыла в победу сложно переоценить. Воспоминания ветеранов достойны отдельных книг. Виталию Сергееву вместе с одноклассниками приходилось, не поглодая рук, трудиться на полях. Всю войну мы работали на фронт. Знали, что мы ничего не получаем из колхоза. За выход давали небольшое количество муки. И вот этой мукой мы питались, делали мукой. Это непонятно что, это, наверное, жидкость с мукой и картофелем. Вот этим питались, потому что хлеба не было. 14 лет я начал работать уже на лошади. На лошади всякой работала. А с осенью очень много возили снопы. Время и место этой встречи не меняется на протяжении вот уже многих лет. Каждый год накануне 9 мая глава республики приезжает навестить отдыхающих в оздоровительном комплексе ветеранов войны. Здесь для них разрабатывают индивидуальные лечебные программы. Поддержка людей преклонного возраста для правительства региона – приоритет. Еще больше благодарность вам за то, что вы делаете сегодня. То, что вы делаете в военно-патриотическом воспитании. Рассказываете подрастающему поколению о зверствах фашистов, правду о войне. А это сегодня очень важно. Символично, что песни о войне для ветеранов исполняют кадеты. Глава региона отметил, молодые люди не должны забывать о том, как ковалась победа. Благодаря им будет жить память о подвиге советских солдат. Национальная идея, которая проглашена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином – это патриотизм. Вот это ключевое слово, и сегодня оно очень актуально, это очень значимо для всех нас, чтобы мы в процессах глобализации, когда мировая обстановка непростая, конечно, занимались созидательным трудом, канон Дня Победы. Хочу поздравить всех вас с этой великой победой, великого советского народа. Хочется пожелать благополучия, мира и согласия. Памятные подарки ветеранам преподнесли и кадеты. В открытках, изготовленных руками ребят, слова благодарности за мирное небо над головой. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская и Борис Андреев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова